Доброе утро, дорогие друзья! Вот я с вами сейчас провела эфир. Еду по делам. Сейчас вот машину немножко разогрею. И еду по делам. Мне надо в прокат. И сегодня я уезжаю. Уезжаю из Брянска уже в Москву снова. Сейчас пока буду греть машину. Поболтаю с вами. Погода у нас хорошая. Тепло, кстати. Я не скажу, что... Сейчас у меня литко. Надо же... О! Еще надо на заправку. Терпеть не могу зимой на заправку. Ну что делать? Надо. Надо. Пусть зайка моя греется чуть-чуть. Надо было с окна, конечно, разогреть. Но то одно, то другое. И... Вот так. Вот у нас, видите, прям рядом... Стройка, видите. Вот наш дом. И вот здесь еще новый дом. Дома новые. Вот. Сейчас немножко машину прогрею. Ну что, какие планы? Ольга Шик у меня уже ждет. В прокат еду сейчас. Потом... Заеду еще в одно место. И потом уже вечером за мной приедет человек, заберет и довезет, надеюсь, меня до вокзала. Так что вот. И буду выдвигаться в Москву. И мы обязательно с вами погуляем потом по Красной площади. Ну, мне надо... Многие знают, да, мои подписчики, что у меня проблема с окнами, которые три месяца, да, никак не могли решить. Слава Богу, дай Бог, чтобы все-таки это было неголословно. Вернули мне эти деньги. И после Нового года мы найдем нормальную фирму. Буду уже, конечно, тщательно и смотреть, и отзывы. И поэтому... Окна цены, дорогие друзья, никогда не обращайтесь. Почему? Потому что, видите, уже даже начали скучать. Не хотят, чтобы я вам рассказывала. Заказывала свои. И вот так каждый день. Думаю, господи, куда я приехала. Ну, ладно, ничего страшного. Это жизненные моменты. И насчет окон. Конечно, заказала эти окна. Оказалось, окна не подходят мне. И в итоге у меня ни деньги не возвращали, и окна не забирали. Конечно, пришлось мне ругаться, очень сильно ругаться. Друзья, почему? Потому что, извините, я... Эти деньги, они у меня не с неба сыпятся. Это чтобы какой-то тете Гриднева или Гриднева дарить эти деньги, понимаете? И, ну, сказали, вот, вчера позвонили, сказали, приезжайте, мы будем окна забирать и вернем вам деньги. Потому что... Почему? Потому что вроде бы как пошла на уступки, чтобы переделать, и они меня завтраками снова начали кормить. И в итоге снова окна не сделали мне. И мне пришлось с ними в жесткой форме расторгнуть договор. Потому что, ну, сдвига вообще никакого. Я так понимаю, что они не могут на наши окна сделать, и при том, при всем взяли деньги. И окна не забирают, и деньги не возвращают. Ну, и также я заказывала себе кресло под заказ. Оно пришло, мне надо его поехать тоже забрать. Поэтому, ну, как бы, такие дела. Насчет, где мы будем справлять Новый год, мне тоже многие задают этот вопрос. Но пока не знаю. Или Брянск, или Москва. Если все-таки в итоге дадут моему мужу отпуск, конечно, мы будем у себя в Москве справлять. Если нет, значит, мы у себя здесь будем, в Брянске справлять. Субтитры создавал DimaTorzok Вот, друзья, у нас, посмотрите, какой снег валит. Вот только зашла, да, к себе в прокат. Вернулась уже машину чистить. Видите? Чищу! Сейчас или полтора, там, наверное, два даже, может, была. Уже у меня все машины чистить надо. Видите? Все замело. Вот. Метет, метет, метет. Вот почему я не люблю зиму? Из-за того, что нужно машину греть и, кроме этого, еще ее чистить. Во! Вот сейчас еду домой, уже стоим в пробке и буду собираться уже к поезду. Осталось до поезда у меня два часа и надо быстренько собраться и уже прыгнуть в вагон, как говорится. Вот. Ну что, едем. Попка у нас, посмотрите, в обратную сторону. Я подъехала к Сбербанку, мне надо сейчас получить свою карту здесь. Мне приходила смс-ка. Посмотрим сейчас. Сбербанку. Сбербанка. 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 Лучше угостите меня вкусненькой конфеткой, какую-то зелененькую, вашу зелененькую, под цвет вашего Сберкарта. Вот сейчас получу свою социальную Сберкарту. Перевыпустили, у меня срок действия закончился, и вот мне сейчас новую перевыпустили. Друзья, наконец-то я приехала. Осталось нам две минуточки, и мы уже будем в Москал. Вот мои баульчики. У меня даже чемодан, друзья, заблокировали меня. Можешь что-то чешется. Заблокировался чемодан, познакомилась здесь с попутчицей, женщиной хорошей. Надеюсь, будет нашей подписчицей. Я тоже уже сказала, все к нам. Так что, а вы же знаете, друзья. Мои друзья это ваши друзья, а ваши друзья это мои друзья. Правильно? Так что, вагон будет практически полупустой. В принципе, я чуть-чуть поспала, слава богу. Поэтому я сегодня буду монтировать видео. Ну вот, я уже вышла с поезда, и сейчас продвигаюсь дальше. Я сейчас спускаюсь в метро и двигаюсь в сторону дома. И, конечно, я немножко в поезде поспала. Вот он мой поезд. Ту-ду! И я приеду, и сейчас буду монтировать видео. Как всегда, для вас видюшечки. Поэтому смотрите. А потом уже распишу на завтра день. И весь завтрашний день у меня будет в движении вместе с вами. Потому что я сегодня ночью не спала. Поэтому поспать. Такая красота. Снег. Возьмите, у кого дожди, немножко кусочек снежка вам.